Лизать в вольеры не самая лучшая привычка. Это означает одно, косолапам не хватает витаминов. Их вместе с минералами добавят в корм. Отличная приправа к 4 килограммам каши и 3 килограммам мяса или рыбы, которые каждый медведь съедает в день. Такой рацион позволяет бурым медведям, а их зоопарке при Институте развития образования 4, набрать необходимый вес и спокойно спать зимой. Периодически выходил из спячки в этот раз только 8-летний Пашка. Уж очень будоражила его железная дорога, расположенная неподалеку. Давай еще будем. Ты же мой красавчик. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. После пробуждения, а сегодня активны все косолапые обитатели клеток, на плотный корм животные не кидаются. Предпочитают варенье, сгущенку и фруктовые ассорти. Вкусы и повадки каждого из медведей отлично изучила Галина Казимирова. Говорит, даже к завтраку они выходят как люди. Вот Маша возрастная, да, она очень долго утром спит. То есть у нас первое кормление в 10 часов, она еще из берлоги в это время не выходит. Катя, та по-разному. Та у нас медведица злобная, поэтому, видимо, от того, с каким настроением она просыпается. Может раньше выйти, может позже выйти. А Паша с Дашей, как вы знаете, как обыкновенный среднестатистический человек. Барсучи Халиточка тоже выходит к завтраку, как только солнце взойдет. Она, как и медведи, проснулась недавно, только в отличие от них зимой спала, как убитая. А встретив весну, сразу приступила к уборке и обходу своей территории. Она нам, знаете, как говорят, нарезает круги. Вот может начинать ходить вот так, может восьмерку нарисовать, вот прямо вытопчет, прямо видно, что восьмерка. Может кружок вот сделать. Барсучиху, кстати, сладким не уговоришь, зато будет рада подарку в виде мяса на косточке. А медведи очень оценят ваше прошлогоднее варенье. Даже одна баночка поднимет им настроение надолго. Оксана Курбатова, Константин Волков, программа «Город».